Жемчужина русской культуры. На Муромской сцене выступит Государственный Академический Северный Народный Хор. В этом году он отмечает свое 90-летие. В гастрольный тур коллектив отправился с юбилейной программой. В преддверии большого концерта наша съемочная группа побывала в гостях у его бывшей солистки, заслуженного работника культуры страны Людмилы Вдовиченко-Микотиной. Песни исполняются те, которые, мне кажется, нигде не звучат ни в одном крае, кроме Севера. Обязательно с хороводами. А хороводы такие и песни, как кружева Вологодские, прямо вот переплетаются. Такая красота. Северная песенная традиция отличается строгостью стиля и чистотой исполнения, поясняет Людмила Ефимовна. В далеком 62-м году юная воспитанница Владимирского ансамбля «Вишенка. Воля и судьбы» встретилась с коллективом русского народного хора. Я посмотрела концерт, я была в восторге. Так было красиво, так это было. Просто восхитительно. Я набралась смелости, пошла за кулисы. Говорю, мне вот прослушаться бы надо. А что вы можете петь? Ну, я сказала, вот называют меня некрасиво, я мороз-мороз и хорместер. Там был Сергей Алексеевич Чернобай. Ну, давай. Я спела, прослушал голос, слух. Сказала, ладно, посмотрим, ждите. Если что, мы вас вызовем. Вызов пришел уже через два месяца. Не сомневаясь ни секунды, Людмила с головой погрузилась в особое очарование и неповторимый тембр поющих женских голосов, которое во многом зависит от своеобразного северного голора. Северный хор, он женский хор. Там нет мужчин поющих. Там только солисты есть, которые поют. А сам хор только женщины. И там шестиголосие, многоголосие идет. Очень красиво. Самая высокая сопрано и самая низкая альты. Сопрано – это прям вот как вот колокольчики или ручеек, который бежит. И очень чисто там. Исполнение такое вот прямо, знаете, акапельное. Гастроли, переезды, города и страны. Работа в хоре была смыслом жизни. Потом нечаянно так вот влюбилась. Нашла любимого. Вот и он, парень хороший. Мы поженились. Родилась дочка. А гастроли были 8 месяцев в году. Я объездила весь Советский Союз. Даже побывала в Китае, Монголии, в Чехословакии. Дочку жалко было Оксаночку оставлять одну с нянечкой. И стал вопрос – или семья, или хор. И я выбрала семью. Сегодня муромская исполнительница русских народных песен с нетерпением сердца ждет еще одной встречи с прославленным коллективом. Уже на главной сцене города. 24 сентября, в 18 часов, во Дворце культуры имени Тысячестолетия города Мурома состоится замечательный концерт знаменитого по всей России коллектива государственного академического ансамбля «Северный русский народный хор». Приглашаем, приходите. Теперь и каждый муромлянин сможет прикоснуться к народному творчеству архангельского севера. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости Муром.